Русский народ издревле ставился не только своей уникальной культурой, но и увлекательными играми как для детей, так и для взрослых. Однако время. Войны и влияние европейских соседей постепенно затмили старинные русские игры. Сейчас они начинают возрождаться и не перестают восхищать своей живостью, оригинальными идеями и заданиями, наполненные шумами веселья. Узнав нехитрые правила русской народной игры, можно погрузиться не только в захватывающий мир детства, но и понять, как жили и отдыхали наши предки. Одной из таких игр является лапта. Эта игра уже существует более тысячи лет. При раскопках в древнем Новгороде было найдено немало мечей и сама лапта, палка бита, давшая название игре. Моей популярной она была до времена Петра Первого. Ее использовали в качестве действенного средства для физической подготовки солдат некоторых подразделений и паломок. До революции русская лапта применялась как метод активного отдыха и досуга, как способ воспитания детей и молодежи, причем играли в другую русскую лапту и взрослые дети. Сегодня в нее играют 45-ти субъектов федерации. Устраиваются разные уровни, первые стыкопки и чемпионаты по русской лапте. Впереди предварительные в самых различных настрадных категориях. И мы готовы рассказать вам, дорогие слушатели, о ее правилах и увлечившись этой игрой. Игра проходит на ровной площадке прямоугольной формы. Если позволяют условия, то на открытой площадке, но если же нет, то подойдет и закрытая, такая как спортивный зал. Игровая площадка размечается двумя горизонтальными линиями и двумя боковыми. Таким образом мы делим площадку на две части, город и кон, между которыми находится поле. Для участия в игре набираются две команды, до 10 человек в карте. По жребию одна команда идет в город, другая входит в поле, где и водит. Игроки, находящиеся за чертой города, начинают игру. Бьющий отбивает подброшенный мяч, стараясь отправить его как можно дальше в поле. После чего бросает в лапту и упускается через все поле к черте, возвращающий бой. Его задача пересечь эту линию и возвратиться обратно в город, оставшись непосаленным. Водящий в это время должна поймать мяч на лету, либо быстро подобраться. И ассалик бегущего украти. Если же бегущего ассалику не удалось, то игрок, отбивавший мяч и не успевший вернуться в город до момента падения мяча, за эту черту остается за линией гона. Естественно, как и в любой другой игре, в это существует ряд нюансов. Если бегущий подал слабый мяч и соперники успели его быстро поймать, тогда, чтобы не рисковать, ударивающий может никуда не лежать, а остаться за чертой деревни в стороне от команды. Команды выигрывают в том случае, когда участники выполнили по удару, пересекли гон и благополучно вернулись назад. Игра проиграна, если уже все выполнили броски, но ни один не сумел пересечь линию гона. В завершении игры происходит обмен позиций. Команда города становится водящей, а игроки, находившиеся в поле, переходят в город. И еще, если во время игры участники команды города поломали лапту, битвы, то автоматически в другой команде обсуждали победу. А теперь посмотрите, как это получилось у учащихся в 90-м новой школе. Добавайте! Уйдите, Monica! �도 дет Alliance! Точно,ita! Точно! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!